Всем привет! Сегодня мы затронем такую тему, как контактные линзы, подбор контактных линз, ношение контактных линз. Тема очень обширная, интересная, по ней очень много всего на самом деле сказано и известно и так далее, и осложнение у контактных линз есть. Но начнем с того, кому в первую очередь подходят контактные линзы. Раньше контактные линзы были достаточно плотными и считалось, что они подходят в основном взрослым людям, которые постоянно носят очки. В основном минусовые очки, с большими диоптерами, как правило это минус 3 и больше, для постоянной коррекции. Сейчас контактные линзы стали делать из более мягких материалов, влажных, дышащих, пропускающих кислород хорошо. И ношение контактных линз уже не доставляет такого дискомфорта, как лет 15-20 назад. Линзы сейчас есть разные по типу ношения. Есть отдельная ортокератологическая служба, которая занимается жесткими контактными линзами. Такой способ коррекции тоже есть. Это линзы, которые одевают на ночь, днем вы встаете, ходите без линз, но это надо делать каждый вечер. И у этого способа есть свои показания и противопоказания. В обычной оптике этим не занимаются, как правило, это отдельно есть специальные фирмы, которые изготавливают эти линзы и делают индивидуально под каждого человека. То есть это не какое-то массовое производство, это штучный заказ, скажем так. А вот нас больше сейчас будет интересовать мягкая контактная линза, как более распространенный способ коррекции. И в том числе этот способ коррекции возможен и у маленьких детей. В принципе, сейчас контактные линзы можно назначать с самого раннего возраста, с возраста даже одного года. Но есть ряд нюансов. Первое. Это родитель должен не бояться ставить контактную линзу своему ребенку, поскольку контактная линза ставится непосредственно на глаз под веки. И если мамочка боится, то, естественно, у нас ничего не получится. Так же, как и у взрослого человека ничего не получится, если он не может дотронуться до своего глаза, панически моргает и так далее. То есть надо быть абсолютно уверенным в том, что вы физически сможете поставить эту линзу. Второй момент, при котором показана детская контактная коррекция, это большая разница между глазами, анизомитропия, которая невозможно откорректировать очками. У нас в практике был пациент, у которого на одном глазу был минус один, а на другом минус девять. В очках возможна коррекция до двух диоптрий. То есть на один глаз минус один, а на другой глаз мы могли поставить только минус три. Проблема в том, что в этой ситуации что минус три, что минус пять, это абсолютно бесполезно, если там на самом деле минус девять. И надо ставить максимальную коррекцию. Иначе такой пациент во взрослом возрасте будет благополучно с амблиопией на этот хуже видящий глаз. И там уже без разницы, очки, линзы или рефракционная хирургия ему не помогут поставить нормальное зрение. В такой ситуации, конечно, показана контактная коррекция. Поскольку в контактной коррекции мы можем ставить практически полную коррекцию на разные глаза, соответственно, и избежать такого состояния, как амблиопия. Это очень важно. Третий вариант, когда мы можем использовать контактную коррекцию, это для защиты роговицы при, скажем так, различных хирургических вмешательствах во время операции. Это изолировано, скажем так. И еще один момент при логофтальме. То есть, когда глаз полностью не закрывается, чтобы защитить роговицу от быстрого высыхания, используются контактные линзы с какими-нибудь увлажняющими, смазывающими веществами, например, с пантенолом в виде коронарогеля, который надевается под линзу, скажем так, наносится. И человек ходит вот с такой линзой, именно лечебного варианта. Для подбора контактных линз для постоянного ношения, то есть для коррекции близорукости, или дальнозоркости, или астигматизма, контактные линзы показаны во всех трех случаях. Мы можем их использовать совершенно спокойно. Нам нужно несколько параметров. Первый параметр – это, естественно, у нас само зрение, то есть то, какие у нас диоптрии у человека. Я вот здесь показываю пример авторефрактометра, вот распечатки. Там указано много параметров, которые необходимы для подбора контактной линзы. Первый – это, естественно, сама рефракция, то есть то, какой у нас минус или плюс, что мы видим. Второй момент – это у нас непосредственно кривизна роговицы. Поскольку у каждого человека она немножко разная. Есть люди с более пологой роговицей, есть с более выпуклой роговицей. В зависимости от этого надо подбирать контактную линзу. Если мы человеку с пологой роговицей дойдим контактную линзу, скажем так, с большей кривизной, она будет у него либо плавать по глазу, либо слезать, либо просто доставлять дискомфорт. Поэтому, когда вы приходите в оптику подбирать контактные линзы, или к врачу подбирать контактные линзы, он оценивает не только вашу рефракцию, но и вот этот параметр – кривизна роговицы. У производителей это тоже указано на упаковках, как правило. То есть мы в этой ситуации смотрим вот на такой момент. В данном случае у меня одна и та же фирма. Одни и те же диоптрии. Но при этом вот этот параметр, базовая кривизна, он у них разный. И оптометрист или врач-офтальмолог, кто вам подбирает контактные линзы, он будет вам советовать, исходя из этого параметра. Поэтому, когда вы заказываете на сайте тоже контактные линзы, обращайте внимание на этот момент. Второй момент, который очень важен, – это материал, который используют для контактных линз. Даже внутри одной фирмы может быть разный материал. Мы можем сравнить вот здесь и вот здесь. Два разных материала – это филкон и сенофилкон. Они разные по своей плотности, они, соответственно, разные по степени увлажненности. И поэтому по-разному ощущаются на глазах. Естественно, линзы могут быть еще и разного срока ношения. То есть у нас есть отдельно однодневные линзы, у нас есть отдельно двухнедельные. Есть линзы на месяц, есть линзы даже большего срока ношения – 3-6 месяцев. Чем больше срок ношения линзы, тем она толще. Это важно помнить. Поэтому, если вы подбираете линзу впервые, то лучше начать с однодневных, конечно. Во-первых, вам будет легче к ним привыкнуть. Это самые тонкие, самые мягкие линзочки, которые вообще в принципе есть. Второй момент, линзы однодневные, они всегда продаются большими упаковками, ну как большими, 30 штук. И если вы, не умея надевать линзу, ее порвали, потеряли, еще что-то, ничего страшного, у вас есть в запасе еще 29. Вот, можете тренироваться на них. Третий очень важный момент, если вы носите линзы на месяц, то вы их не должны перенашивать. То есть вы вскрыли линзу, вы ее надели, вы ее положили в контейнер. И вот с этого момента у вас начинается отчет 30 дней. Вот, не 30 дней вы носите просто на глазу ее. А если вы ее носите там, допустим, раз в месяц, то вы все равно ее в течение этого месяца должны выкинуть. Это очень обидно, скажем так, для людей, которые редко носят контактные линзы, поэтому для них лучше использовать, конечно, одноразовые, однодневные, так будет проще. И на самом деле даже экономичнее. Вот. Ну и естественно, если вы уже давно носите линзы, вы к ним привыкли, вы их почти не чувствуете, но можете носить их постоянно, хоть с утра до вечера, хоть сутками, то можно тогда перейти уже на линзы постоянного ношения, на один месяц, три месяца. Вот. Однако я все-таки рекомендую больше двух недель не носить просто по физиологическим параметрам, потому что линза, она накапливает на себе выделение из глаза, она накапливает бактерии. Даже несмотря на то, что вы ее очищаете, все равно материал портится, становится дискомфортно, поэтому лучше линзы не перенашивать. Вот. Ну и естественно, если у вас начинается какое-то безобразие в глазу, то глаз краснеет, линзу вы чувствуете, вот, то линзу вы, естественно, не носите. Если что-то в глазик попало, то же линзу не надо надевать. Вот. Бывает даже изолированный кератит и конъюнктивит не на фоне бактериальной какой-то инфекции или вирусной инфекции, а на фоне ношения контактных линз. Не надо забывать, что линза – это у нас инородное тело в глазу, она там не должна быть по природе. Природа нас так не задумывала. Вот. Поэтому если вы чувствуете дискомфорт, даже при том, что у вас нет никакого гнойного отделяемого, вот, линзу вы лучше не надевайте. Подождите, отдохните. В идеале поменяйте контактную линзу. Возможно, вам не подходит материал. Возможно, вам не подходит раствор, в котором вы храните линзы, или капельки, которые вы капаете совместно с контактными линзами. Вот. Еще важно помнить, что контактная линза усиливает синдром сухого глаза. Поэтому если вы работаете за монитором постоянно, и у вас и без линз сохнуты краснеют глаза, то в линзах они могут начать это делать еще больше. Поэтому обязательно всегда увлажнение с собой. Вот. Любые увлажняющие капли, в том числе и для линз, подходят. Вот. И второе, естественно, это гигиена. Гигиена век. Увлажнение века с блефорогелем 1. Очищение обязательно век. Вот. Если появляются на ресницах в уголке глаза какое-то отделяемое, даже слизистое, лучше все-таки линзу промыть, поменять на чистую. Вот. Походить без линз, дать глазикам отдохнуть и выздороветь. Вот. Это важно и у взрослых, и у детей. Тема контактных линз очень обширная. Я думаю, что мы ее еще будем разбирать в дальнейшем в наших видео. И я постараюсь даже показать, как бывает, если носить линзы долго, если их перенашивать, если не выполнять требования гигиены. А так я желаю вам быть здоровыми, счастливыми и хорошо видеть. До следующей встречи.